С первым осенним холодком жизнь начнется сначала. Так нам обещает Фрэнсис Скотт Фиджеральд, но увлеченные дачники не верят американскому писателю. Когда они видят по бутинку у Вероси, то грустят, что осень пришла и пора возвращаться в город. Но теперь самое время строить планы на следующий сезон, а потому хотим вам показать пример для подражания. Могилевчанка Наталья Стельмах из старого деревенского дома в Белоннической деревне Сипайлы сделала винтажную красоту. Она сохранила старое, привнесла новое и получилось отличное место для отдыха и развития мастерства лазоплетения. Осень ей к лицу и этой деревенской дачи и ее хозяйки. Добро пожаловать на винтажную дачу Натальи Стельмах в деревне Сипайлы. Откровенно сказать, я бы вообще жила бы здесь, если была возможность, потому что для меня деревня это воздух не в плане даже дышать, а в плане вообще жить. Потому что здесь есть все, чтобы можно было бы быть свободным человеком, потому что город для меня он тяготит. Наталья в детстве проводила все каникулы в этой деревеньке. Здесь живут ее родители и родственники. А теперь она сама купила деревенский дом и превратила его в дачу. Старые вещи, которые хранились в кладовке прежней хозяйки, бабушки домны, Наталья бережно сохранила и мастерски вписала в дизайн дачи. Это, конечно, модный стиль. Похоже на Прованс, только осенний, в наших белорусских сдержанных, но элегантных тонах. И вот это сохранить, ведь эта история, через 10 лет вообще, может быть, нигде этого не будет. А я этим живу, мне это нравится, мне легко, мне тепло здесь. И вещи, мне всегда жалко вещей, которые вещь хорошая, ее уже просто берут и выбрасывают. А я люблю ей давать вторую жизнь. Может, это потому, что сама Наталья мастер лозоплетения? Ивовые пруты – это основа ее работы. Природный материал. Почему вы этим занимаетесь? Прежде всего, потому что мне это нравится. Потому что я очень давно хотела научиться. И работала сначала воспитателем, еще другие профессии приобретала. И потом я все-таки оставила и пошла по своей дорожке, которую я хотела. Для того, чтобы сделать такую корзину, нужны не только навыки мастерства, но и сильные руки и пальцы, сноровка, терпение. И прежде всего, конечно, большое желание. Ивовый прут – это не очень просто. И путь к нему, кстати, начинается на плантации, которую тут же в деревне посадила Наталья. Это сортовые ивы, которые вырастают до трех метров в высоту. Так что земледелие, хочешь этого или нет, тоже часть жизни ремесленницы, занимающейся лозоплетением. Это порезать, это сварить, это почистить, это посушить, потом замочить и потом только плести. Поэтому, конечно, длительный процесс. Конечно, есть все изделия, которые большие, они требуют и усилий. Когда мастерица работает, то старается думать о приятном. Хорошие мысли рождают красивые изделия. Мои изделия – это мои дети. И они попадают практически к людям, которые действительно это ценят. Поэтому мне вот с душой, я когда делаю, понимаю, что я отдаю, ржаю и отдаю. Просто ржаю. Муж Натальи и Олег поддерживают супругу во всем и помогают превратить скромную деревенскую дачу в оазис красоты и релакса. Вот эту кровать откопали. Да, откопали на огороде. Не выбросили, а приспособили для отдыха. И не вырезали старые раскидистые плодовые деревья, которые хоть и не дают урожая, но создают уютную тень. Деревне привыкли, что маленький городик, там курочки где-то ходят. А у нас все само по себе растет, у нас, как говорится, все само по себе. Ну и одним глазком мы заглянули внутрь. А там почти музейный экземпляр – диван с зеркалом. Тоже наследство прежних хозяев. И не поверите, бидончик. Когда вы в последний раз видели бидончик, с которым некоторым из нас еще приходилось ходить в магазин за молоком? То, что было когда-то, сохранилось. Это же натуральное, в общем-то, дерево даже. Сейчас-то практически, да, можно купить такое похожего плана. Ну, во-первых, когда ты делаешь это своими руками, все равно это гораздо больше приятнее и для души, и для близких, и для себя. Время идет, мы все куда-то спешим, но осень заставляет нас оглянуться вокруг и подвести некоторые итоги. В этой жизни очень важна простая красота. Учит нас дачница из белынических сипайлов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова